Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. Был самым обычным парнем, занимался спортом, проводил много времени с друзьями. Однако к киноискусству он всегда питал особую страсть и, возрослев, начал подумать о том, чтобы посвятить свою жизнь кинематографу. После окончания школы он решил сделать упор на классическое театральное образование. Его творческий путь начался в театральном училище имени Щукина в мастерской Евгения Князев. Весьма примечательно, что в 2004 году Владимир даже получил особый диплом гильдии режиссеров и педагогов и вошел в десятку самых перспективных выпускников столичных театральных вузов. Сниматься в кино Владимир начал уже на последнем курсе училища. В 2003 году он дебютировал в кинематографе с педагогической ролью во втором антикиллере. После окончания Щуки актер поступил на службу в Московский академический театр имени Маяковского, где был занят спектакли «Кони привередливые», «Чума на оба вашей дома», «Приключения красной шапочки». Однако проработал там лишь год. Сейчас он является актером независимого театрального проекта. Многие начинающие актеры годами ждут возможности громко заявить о себе. Владимиру ждать пришлось недолго. Уже в 2004 году наикратно вышел военный мини-сериал «На безымянной высоте». А в 2006 году Яглыч снимался в сериале «Солдаты». Его рядовой Играчев с первых дней на службу проявил неожиданные физические способности и обостренное чувство справедливости. Но известность Яглычу принесла роль черного копателя по кличке Череп в блокбастере «Мы из будущего». Картина была встречена очень тепло и зрителями, и критиками. А вот последовавшее в 2010 году продолжение потерпело права. С тех пор Владимир много снимается в высокотюжетных фильмах и военных драмах. К наиболее удачным фильмам с его участием можно отнести ленту «Небо в огне» и «Боевик под прикрытием». И вновь в образе военного, но теперь уже в комедийном амплуа, он появился в фильме «Пять невест». В 2013 году телезрители неожиданно узнали, что Владимир не только тонко чувствующий актер, но и прекрасный фигурист. Его тандем с Оксаной Домниной занял первое место в четвертом сезоне проекта «Ледниковый период». И, конечно же, всегда нашим слушателям интересует личная жизнь актеров. Еще в 2005 году Владимир сочетался с браком, давно знакомой ему подругой, актрисой Светланой Ходченко. Она училась в том же театральном, но на один курс младше. По окончании вуза они вновь пересеклись на съемочной площадке. Сначала сериала «Карусель», затем «Моя причистилка». Владимир уже в студенчестве был неравнодушен к светловолосой красавице. А теперь забытые чувства вновь проснулись. Увы, брак существовал всего 5 лет. В актерской тусовке поговаривали, что актер ревнует супругу, на которую после премьеры богословите женщину Станислава Говорухина обрушилась народная популярность. В 2010 году супруги расстались, а в апреле 2011 года официально развелись. Причиной стал роман Яглыча с актрисой Анной Старшенбаумом, которой мужчина увлекся на съемках сериала «Любовь не то что кажется». Но во время совместных тренировок для проекта «Ледниковый период» Яглыч очень сблизился с Оксаной Домниной. Ради актера фигуристка бросила своего супруга Романа Костамарова, но довольно скоро одумалась и вернулась в семью спустя полгода. По иронии судьбы в 2015 году Яглычу и Ходченковой предстояла совместная работа над фильмом «Воин». Иронично, но экс-супругу пришлось играть влюбленных. Может быть, они не сумели до конца преодолеть былые обиды. Фильм провалился в прокате и получил разгромные отзывы критиков. В 2015 году Яглыч встречался с Эстадиной Паперной, дочерью Ольги Супской и Евгения Паперной. Но в апреле 2016 года в сети появилось сообщение об их разрыве. И хотя актеры официально не объявили о прекращении романа, из их социальных сетей пропали милые романтические фотографии. И они перестали комментировать друг другу. Владимир является ярым поклонником спорта. Регулярно тренируется в спортзале, увлекается единоборствами и чуть-чуть йогой. Как он говорит, йога позволяет ему заглянуть в себя. То, что сложно сделать при его бешеном московском ритме. Класс, демокрин, демокрин. Режиссер сахаром. Режиссер сахаром.